Это их задача в жизни. Они ее должны будут выполнить. Поэтому у январских детей всегда есть братик и сестренка. Всегда. Такова судьба их. Такова задача их, с которой они пришли в эту жизнь. Февральские дети – это дети бабушек и дедушек. Это те дети, которые уделяют внимание и с уважением относятся к бабушкам и дедушкам, потому что их кармическая задача – довести, как стариков похоронить. Они пришли сюда в эту жизнь с этой задачей. Что бы мы ни хотели, как бы это ни случилось. Это так. Мартовские дети – это маменькины синьки или маменькины дочки. Это будут всю жизнь крутиться возле мамы. Дети. Это их задача такая. Апрельские дети – это дети, которые отвечают по грехам и ошибкам, за грехи и ошибки своего отца. И жизнь их поставят в те рамки, которые совершил их отец. И они ответят в обязательном порядке. Будут проблемы, будут какие-то вопросы, но они будут отвечать за грехи отца. Майские дети приходят сюда с задачей ответить за грехи и ошибки своих матерей. Поэтому говорят, маятся, потому что очень большие ошибки матерей совершаются. Дальше. Июньские дети. Июньские дети – это дети перемирия родителей или родственников. Всю жизнь их задача будет мирить между собой родственников. Это вот будут вести маму с папой за ручку мирить, дядю с тетей, бабушку с дедушкой, братья с сестер. Это будет такое перемирие, дети перемирия называются. Июньские дети. Задача июньских детей – увести своих родителей с одного места на другое. То есть настоять и сказать, я вас перевожу. Это их задача. Причем они настоятельно требуют. Я прошу, чтобы ты переехал и так далее. Значит, задача выполнена. Если вы кто-то июньский и перевезли своих родных, вы свою задачу кармическую в этой жизни выполнили. Кто дальше? Агусовские дети. Дети справедливости. Дети бунтари. В каком плане бунтари? Из них выходят самые лучшие юристы. Это прокуроры, судьи, адвокаты. Потому что они дети справедливости. Они сюда везде льются за справедливость. Сентябрьские дети талантливые, чем эти дети. Не бывает на свете вообще. Они рождены с задачей. Кстати, дети не для бизнеса. Вообще не для бизнеса. Дети больше духовники. Они приносят... Значит, в вашем роду что-то было, аруахтар, который лечили. Или те знания, которые ваш род несет, переданы только этому ребенку. То есть сентябрьскому ребенку. Понимаете, да? То есть желательно этих детей отдавать в медресе. Там, где занимаются духовными знаниями. Желательно таких детей направлять. Где будут развиваться как духовники. Не давайте им там бизнесом заниматься. Не отправляйте их в юриспруденцию и так далее, и так далее. А отправляйте их там, где духовное развитие. Если есть сентябрьские дети. Ну, имеется в виду подростки. Куда направлять? Октябрьские дети. Только этим детям можно оставить наследство. Это дети, которые сохранят и приумножат свои деньги, своего рода. Это единственные дети, которые не растратят. Они только приумножат. Даже если будет стоять старый верхний дом, октябрьский ребенок, а у него задача такая, он интуитивно взял, он вложит деньги в дом, отремонтирует его и продаст еще куче за цену. И сделает таких очень много примеров. Поэтому, если кому-то передавать наследство, то только октябрьским детям. И они приходят в вашу семью только лишь для того, чтобы приумножить финансовое состояние вашей семьи. Это с этой целью дети приходят, октябрьские. Кто у нас нашли? Ноябрьские дети, это дети, которые пришли с задачей повысить статус вашего рода. То есть, смотрите, если я была адвокатом, то мой ребенок должен уже быть как минимум судьей. Понимаете? Статус, социальный статус рода. Это обязанность этого ребенка. Каждый род должен проходить этапы с рождения. Детов роду должен быть ребенок, который пришел специально поднять на высокий статус. То есть, это вот однозначно. Это вы можете просто посмотреть по нескольким семей, где ребенок, который стал. И вы увидите, что это ноябрьский ребенок таким стал. И никакой другой, потому что каждый выполняет свою задачу. И самые, будем так говорить, счастливые и беззаботные, это декабрьские дети. Они никому ничего не должны. Они никакую карму за собой подобного рода не несут. Но это дети-бунтари, которые все знают. С ними не спорь. Я сама, я сам, не подсказывай, не давай, не надо, не хочу, буду делать это сам. Это вечный юношеский максимализм. Понятно? Это такая вот вам прелюдия к нумерологии. Дети, которые рождены с 01 по 09 число, это пришли дети 100% отработанная карма. Чип-чистые пришли сюда. Они будут нарабатывать свою новую карму здесь своими поступками. А можно вопрос, если все трое детей в январе? Они будут все друг друга... Это вот, это очень сплоченные дети. Есть дети, которые, семья, когда умирает, родители, они начинают разбегаться и даже не помню, где кто. А это те дети, которые будут друг за друга держаться всю жизнь. Кстати, январские души, самые старые души считаются, которые сюда пришли. И они, как бы сказать, все дети мудрые, все дети мудрые, которые пришли, они все очень взросло рассуждают. То есть нет, январские дети всегда очень взросло рассуждают и не совершают бездумных поступков. Они такие вот обдумывающие делают. Потому что они уже старые души сюда пришли. Уже не раз на земле души бывают. С первого, с первого, с девятого, с десятого по девятнадцатого уже восемьдесят процентов карма отработанная. Осталось на земле отработать только двадцать. Будут сложности, но не сильные. А так будут встречаться со сложностями. С двадцатого по двадцать девятые 60 процентов, но проблемы будут в жизни. Сопровождаться будут, потому что сорок процентов еще впереди. И самое сложное, это тридцатая, тридцать первая. Сорок процентов отработанная, шестьдесят еще впереди. Похать и похать. Понятно, да? Это такой нумерология. Нумерология такая, знаете, упрямая вещь. Все по цифрам, по голому подсчету. И всегда аналитически смотришь, и в действительности так и происходит у людей. Поэтому в данном случае и куда не денешься. Ну, это так.